здравствуйте уважаемые рукодельницы сегодня хочу предложить вам способ набора петель который позволит украсить край изделия он получается такой виде цепочки или или такой виде дуг перекрещивающийся также так он смотрится полотне и так как мы будем набирать петли это стандартное расположение нити на пальцах первую петлю мы делаем обычным стандартным способом далее нить у нас также расположена но набирать мы будем таким образом мы подводим иглы под две нити захватываем эту нить вот она у нас и выводим ее вот она у нас вот у нас на пальцах остается петля она у нас будет сброшена на иглы и затянута у нас получается нить с накидом далее опять то же самое по 2 эту захватываем выводим ее эту сбрасываем на нить опять вот уже видно что у нас получаются парные петли петля и накид петля и накид затягиваем так чтобы все узелки были у нас на одной линии вытянули петлю сбросили еще наберем и последняя петля у нас будет просто стандартная петля так вот у нас получилось вот у нас они набираются парами так далее в зависимости от того какой мы сейчас провяжем ряд у нас будет край или виде цепочки или в виде перекрещенных дуг будем провязывать изнаночные первая у нас кромочная далее здесь у нас идет петля и накид вот они мы провязываем изнаночным изнаночным далее вот накид за переднюю стеночку провязываем изнаночной петлей далее опять петля они у нас немножечко здесь могут быть друг на друге надо их разделить петля изнаночной и накид изнаночной за переднюю стеночку петля накид изнаночной и так до конца ряда петля теперь мы обращаемся к этой последняя петля кромочная вот мы провязали так как еще не видно что у нас получилось я еще провяжу далее уже будет зависеть от рисунка и так вот у нас получился такой край это первый способ когда мы сразу после набора петель провязываем изнаночные ряды теперь рассмотрим второй вариант когда после набора петель мы провязываем лицевой ряд так первая кромочная далее мы провязываем опять петля у нас первая идет мы провязываем лицевой за заднюю стенку вот у нас накид мы его провязываем также за переднюю стенку снизу лицевой петлей опять петля за заднюю стенку лицевой здесь за переднюю если мы провяжем за эту стенку будет не очень поэтому за переднюю у нас такая получается перекрещенная петля так далее 5 лицевая перекрещенная за переднюю стеночку именно в таком порядке именно в таком порядке должна быть петля а потом накид иначе край будет неровный некрасивый последняя кромочная вот даже сейчас уже видно привяжем еще несколько рядов просто вязкой чтобы было лучше видно итак вот у нас получился край такие перекрещенные дуги желательно сразу начать вязать рисунок чтобы он не слишком заворачивался край очень растяжимый и в этом варианте и в этом варианте на этом мы заканчиваем надеюсь все было понятно до новых встреч до новых встреч